здравствуйте друзья добрый вечер мы со светланой вышли погулять 8 часов вечера ну поскольку вот у нас уже завтра июнь то есть дни стали подольше и вот даже 8 часов вечера вот так светло березка очень ой боже а что с ней она как-то как-то шкурка с не сползает да я такого никогда не делал на березе это друзья американская береза протестует против чего-то такого связано с америка что хочу сказать пахнет вот вы по улице идем скажи света чем пахнет где-то домашний нужен я светик имел ввиду именно жасмин иногда знаете как вот идешь и не знаю где у людей жасмин растет иногда он пряст прямо вот тут у дороги вот так может прям вот тут быть а иногда идешь не знаешь где но вот пахнет абсолютно любом месте вот я сейчас иду хорошо пахнет жасмином ну когда будет кусту дороги я вам покажу жасмин как он растет у дороги хотя мы в такое время живем знаете красавцы красавцы да сейчас такое время люди раз жасмин бог погуглил вот тебе жасмин и ничего не надо да ну что свет полезно пройтись вечерком правда вот мы мы стараемся каждый день пройтись вечерком нам это вы занимаетесь спортом но мы же не них 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 не маша шарапова понимаете вот как в америке от шарапова шарапова нет но мы такие знаете спортсмены вот ведь люди на велосипеде ездят еще не поздно мы обычно гуляем ты так поздно приходишь уже темно это для нас очень необычное так ну восемь часов фото шо ж это же нас уже тоже беседы 9 до нее восемь часов я тебе говорю то это и дело так ну что вот это с инивел мы тут собственно не первый раз мы бродим правда проблемно когда ветер дует и микрофончик нам задувает а вот видите как люди даст мы суши свет ты посмотри у них тут значит одна корзина а чуть подальше а у них еще одна да да а это надо для подтягивание какой-то тут не знаю карниз какой-то они приделали пойдем по тропочке вот и вот здесь тоже пахнет сильно где жасмин чтоб я так о друзья а мы так да а мы-то обыскались вот он вот он жасмин вот он вот у них там вся эта сторона туда жасмином это одна группа растений да ты что сирень еще не было сирени да у нас есть или тут растет нас очень мало на даче есть кустик сирени зато здесь очень много мимозы она может быть и не пахнет но когда вдоль хайвеев растет вот где-то в марте в феврале да это красотища невероятная ну светик я не думаю что это именно мимоза вот наши зрители могут оценить мимозность вот этого растения но свет даже не знаю что сказать даже не знаю что сказать мы продолжаем движение а жасмин и жасмина можно делать духи правда все по моему при коммунистах при коммунистах был был этот самый а чай да чай слушай это что вот из этого чем чай потрясающий жасмин да точно слушай я не подумал жасминовый чай а ты света помнишь в ссср была такая передача по моему раз в неделю она шла на 15 минут называлась она советский союз глазами зарубежных гостей ну как не помню они у гостиницы россия или где-нибудь на красной площади отлавливали иностранцев ну не смотрела там был не было много каналов вот я смотрел отлавливали иностранцев и они рассказывали им о том как они любят советский союз иностранцы были не поляки не чехи там это было не в счет а были такие настоящие французы могли быть голландцы какой-то там из гвинеи бисал там наш вот даже американец и вот они говорили как хорошо и как все такое я вспомнил поскольку вот мы с натальей разговаривали quick о том как они ездили в москву и я хочу сказать что ведь в то то время в советской ты понимаешь там и гостиниц нормальных не было там даже вот погулять по центру москвы или где-то погулять это надо было ну решить вопрос где покушать покушать было негде в туалет общественный сходить негде понимаешь кофейку попить негде то есть это было совершенно такое место не приспособлено для иностранцев еще помню были такие забеговки но под названием рюмочная ну помилуй света мы говорим про иностранцев рюмочная не ну были кафешки я помню в детстве мы ходили какие кафешки вот мороженое кушать и пирожные нет кафе мороженое в центре города не было кафе мороженое вот у нас были в хорошем дневнике у нас было кафе мороженое это правда но вообще вот сам центр москвы в рабочее время в обычный день вообще там толпы людей там не было где покушать что мы как-то раз шли вот из нашего института академии и пешком была дивная погода с работы они шли так мы уже шли шли пешком вот мусор выставляют видите машины заберут улице горького все были уже ужасно голодные было поздно вечером но еще не темнело такое же время уже магазин так почти закрывались и сиди к хотели есть и мы решили а вот там действительно нет негде было перекусить ну и вот мы шагали по улице горького там был магазин сыры конечно я помню отлично и мы пошли нам порезали там 200 граммов сыра на все порезали нет нет они в итоге порезали но это был такой скандал что 200 грамм сыра совсем немного ну а еще и резать а машинок не было не вручную все резали такая штучка слайсинг так слайсер такой был как на липе такие как раз да это носики такие их можно вешать света невыду это стручки ребята это стручки нет на липе не так расходятся и можно на нос приклеить а это просто стручки значит так друзья все кто знает что за дерево напишите чтобы мы со свитой в следующий раз сказали точно красиво на издалека с красного когда эти штуки танцы серыми за некрасивыми как ободраны да ну так чего вам порезали сыру со скандалом сыр и вот я вспомнила что мы ешь ли ели этот сыр просто дальше бы немножко как-то подкрепиться после работы знаешь что по моему по моим воспоминаниям свет когда ты брала что-то там типа колбасы или сыра можно было попросить порезать они резали ну вот я тебе говорю это из последних воспоминаний учился да ну то есть конкретный случай был так они резали а дома так и не нарежешь там у них нажим совсем другие и стал нечего резать да так вот я говорю что даже в то время понимаешь когда туризм был просто экстремальным а плюс еще за нее органы следили за иностранцами и они там в основном группами ходили так просто не погуляешь и и они были в восторге что они видели такое вот скажем храм там по силе блаженного такого нет нигде в природе понимаешь такого нет ну да то есть они с удовольствием они ездили в кижи понимаешь они ездили они видели элементы культуры который они не видели никогда и нигде раньше сегодня там показали вдруг там трампа встречали в Версальском дворце или там что-то такое ты ты чего да а ну это задним числом старые новости так а может быть с тобой в Версалье он был очень такое жалкое зрелище ну то что март был и все было такое куция а сейчас показали там все золотом раскрашено очень красиво ну конечно конечно мы были в неудачное время я помню я помню петродворец это было летом во время каникул там было просто что-то сказочно и потом когда мы попали в Версаль жалко и паду да там было так все грустно да грустно все запущено были все статы но это просто время это было время там от начала марта был да правда а чё может быть они путина встречали они там путина да я думаю откуда же там там был забавная штучка он он говорил что вот там еще лет назад там дочь Ярослава Мудрого киевского князя вышла замуж за французского короля и вот когда мы учились там говорили что первая библиотека во Франции возникла от того что дочь Ярослава Мудрого выйдя замуж за короля привезла там сколько-то книг и вот это была первая библиотека во Франции то есть Русь была Киевская Русь была более продвинутая и кто-то мне рассказывал что Владимир Владимирович сказал им что вот эта принцесса была королевна будущая она была русская вот и как бы конечно ее и украинской не назовешь но вот так интересно возник возникла историческая баталия за право считать ее своей я думаю что начать конечно было бы правильно с самого Ярослава Мудрого чей он я стараюсь этих держать вертикально но мне трудно сказать если бы я знал что она не вертикально я бы держал вертикально да деревья сами кривые я думаю что наши зрители в состоянии чисто визуально такую коррекцию произвести вот растет смотри свет какой-то даже не знаю чем на как назвать это типа кипариса правда какой-то ползучий кипарис здесь это распространено внутри кипариса может жить много животных белки кролики крысы кролики что там еще птички могут быть в общем там может быть целая жизнь но только может быть не в таком шумном месте что дети их терроризируют нами своим присутствием да это школа при школе футбольное поле все что есть школах в общем-то доступно публике то есть они не могут это закрыть и сказать только школьники только во время уроков а это все городское хозяйство школьное поле вон там а там это это не дети это здоровенные мужики бегают мы сейчас ребятам покажем кто там бегает у нас у нас увеличение в 60 раз ребята смотрите какие там дети бегают эти дети весь день тут программировали а теперь пришли побегать у них свои дети на но как так я говорю что все общественное все вокруг да а это артега парк ссоре ссоре вот то было школьным а это просто государством городской парк ортега парк друзья быстренько погуглили кто такой артега и тоже пишите в комментариях такая викторина у нас вот здесь детская площадка для самых маленьких она запирается на замок и детки получается в клетке они не могут самые маленькие они уйти не могут но долбануться могут они же хотя там конечно снизу посыпала пихать им не опилками ну таким стружкой такой трухой вот труха хорошее слово посыпано трухой но могут долбануть к качели для более больших детей она уже не огорожена качелька вот там вот аквапарк то есть летом пойдем поспать и стоит на аквапарк но он что ты думаешь он сейчас работает сейчас не работает а летом и сашей ходили ну ты знаешь парком бы я это не назвал это такая брызгучая площадка брызгучая площадка там из земли фонтанчики стреляют все дети стоят и там мокнут когда жарко там очень прикольно сразу делается холодно вот стенка тут я стенка залезай залезайка да вот обычный американский такой водопой где можно попить человеку а внизу для собачки отдельно а сверху бутылочку наполнить вот кнопку жмешь заполняешь бутылку здесь это мягенькая такое она такая губка такая мягкая мягко вот я по ней хожу вот вы видите она мягкая а вот за эти хваталки хватаются дети и поэтому стенка получается залезайка ведь это даже под отрицательным углом она идет на так вот так просто не залезешь вот а вон так брызгалка слушай а так пружинит хорошо когда там ходишь до десятки тысяч детей друзья попадают попадают до попадают скорую помощь где-то когда-то изучал вопросом чуть ли не 250 тысяч детей доставляются медицинские учреждения ежегодно в итоге травм полученных на детских площадках то есть наверное в основном это какие-то мелкие травмы но в общем такая вот история ну-ка встань на него нет она твердая мягкая но когда я встану нет свет она конечно там действительно есть какой-то смягчающий элемент она но действительно твердая может быть и новая до заказ вы видите друзья вот они вот они эти поливайки я боюсь даже как бы на меня не брызнул этот земли не вижу а вот этот ты думаешь да может быть как он прямо оттуда поливают вот она вот она истинно это лицо ну друзья как потеплее будет приходите сюда с детками и побрызгаетесь так птички слушай поют птички это поют да а то бег вам такой смотри большой то есть там мероприятия проводятся барбек ющих это для шашлыкующих там плита есть ну пойдем посмотрим значит краники петь написано резервы был то есть вы могут я тебе покажу да да вот она резервы был то есть эта вещь которую можно заказать то есть если вы если вы забронировали да то уже она ваше вы можете попросить там граждан освободить вот а если так не зарезервировано то соответственно это мусорник такой видите он так заходишь туда и там стоят вот баки да все культурно вот это такое барбекюшечное так тут а вон там ручка давай пойдем с той стороны покажем ручку так вот идем сюда вот она ручка ее можно покрутить попробуем вот она ведь она палат ползет то нет видно я думаю вы видите вот она ползет спускается вниз вот так к огоньку слушай вы скажи зачем к этому вальничку столько всего может быть это посуду мыть это наверное тут это розеточка правда она как-то прикрыта может быть но это розеточка и тут у нас да вот тоже две розеточки пудель пудель в красавец до шоколадный увидел маленькую собачку и давай ногами чесать вот а что ты говорил еще я говорил еще что там поют люди и под гитарой там эхо просто пара пара ребят там да там большого хора нет площадке вообще интересно наблюдать это все когда никого нет но еще светло да обычно мы идем к темно и так вот уже они при фонарях там играют туда где-то тут теннисные площадки а ты не знать это баскетбол это баскетбол все в цветах друзья такое ощущение что значит как калифорнийские эти вот виноградные поля на винодельнях знаете они там все с розовыми кустами на фронте да такие ползучие что-то розы розы вот эти желтые так как называются я не знаю а это лилии желтые лилии разве лилия не на воде растет не водяные ладно хорошо так и здесь не надо платить за использование этого корта тест приходишь и играешь себе но да но если там есть еще люди кроме тебя то тогда а пойдем я не знаю о чем ты говоришь пойдем вот а если другие люди пришли тогда ты с ними периодически меняешься там дают тебе 45 минут или там полчаса ты играешь уходишь они вместо тебя играют то есть такое на чих на сознательность а он стрельнет с мальчиком который мы замеряет там секундомером стоит ну что света где а вот давай правило посмотрим вот дверь такая железная правило да значит пользоваться по назначению теннисная обувь на досках не кататься мотоцикл велосипеды скутеры и так далее не надо собачек кошечка не надо после часа игры значит надо освободить другим игрокам которые ожидают то есть дают возможность сейчас играть ты посмотри сколько у людей там мячиков ты смотри сколько ребята они приходят поиграть вот здесь два корта вот эти вот можно прийти например и не играть а просто собрать людям мячики настроение хорошее вон сколько мяча я хочу показать сколько там мечей они приходят с ящиком большим и давай фигачить и давайте а вот один корт свободный кстати да давай вот вот часы вот начало ты ставишь на там например начал в час корт номер два закончил два и это любой чек может прийти и посмотреть как начал как закончил город 1 город и остается в мою линию стоит понял а почему это ты начал и ты же закончил я не потому что я думаю это потому что когда я прихожу когда я прихожу финиш там а ну да тут написано старт да когда-то написано start time а тут рядышком написано finish time то есть вот ты ставишь на час и Тогда известно, как ты уйдешь. Отсюда я могу стоять ждать или продолжить прогулку. Понятно. Ну, давай, а мы с тобой, Света, продолжаем прогулку. Да. Мы ничего не ждем. Нам ничего не надо. Мы просто движемся. Вперед. Ну, да. Так, по кругу мы больше. Не столько вперед, сколько по кругу. У нас есть такой свой маршрутик. Это очень типичные такие... Трибуны. Трибуны, да. Хорошее слово. Вот, знаешь, я не знал, как это. Трибуны. На всех школьных стадионах таких маленьких. Вот тут спонсоры, видишь, 17-го года. Спонсоры, да. Без спонсоров-то никуда. У нас на канале был мужик, Анян. Он в каком-то хуторе жил или в станице. В станице, я знаю, в станице, да. И он там баллотировался. Ну, не знаю, как эта должность называется. Типа мэра этой станицы. За старшего. И он со мной в переписке состоял. И вот как-то он очень был горд тем, что он борется. И я ему говорю, а какая у тебя программа? Он говорит... А, значит, звонит. Да, программа, говорит... Звонит, звонит. Программа, говорит, поднять там кардинально уровень населения в станице. Я говорю, а как ты это будешь делать? Он говорит, я спонсоров найду. То есть, понимаешь, да? То есть, его программа политическая состояла в том, чтобы найти спонсоров. Ну, тоже не все хотят быть спонсоров. Нет, я думаю, что он и не найдет. То есть, надо было найти кого-то, кто взял бы на себя ежедневенцев. А станица большая, там, тысяча человек, такого плана. Ну, не то, что очень большая, но все-таки тысяча человек. Не знаю, избрали его, не избрали. Нашел он спонсоров, не нашел. Вот, видишь, такая машинка идет, слышишь? Да, и мячики собирают. И она собирает мячики, да. Давайте мы покажем, как собирают мячики ленивые американцы. Так, идет, идет, идет. Нет, в американце китайцы. Видно, видно. Ну, американцы, они в Китае. В Америке же китайцы. Они же не в Китае так собирают. Так. Идем дальше. Куда-то ванную мячику. Да. Сложно себе. Не наклоняешься тут. Слушай, много берез и птички. Да, не, вообще дивно. Вот цветы красивые. Все ухожено очень. Стравка пострижена, все культурненько. Да, покажем цветочки. Красиво очень. Мы туда ногами-то не пойдем. А так вот чисто внешне к камерой приблизить можем. Могли бы, могли бы. Ну, слова не скажут. Ну, как бы, чего же мы будем-то? Тут дорожка есть. Вот и люди с собачками гуляют. Ты знаешь, такое ощущение, что потемнело малька. И даже стало чуть прохладнее. Хорошо, хорошо. Да. А мне, друзья, сегодня подарили шляпу. Очередную. Соломенную. Такую, знаешь, шерифскую. Техасско-шерифскую. С синей звездой. Пятиконечной. Те, по-моему, у тебя были такие уже, да? Пятиконечной. Ну, разная есть. Нет, такой не было. Подарила мне эту шляпу американская женщина, света. Такая, уже лет, наверное, ей, ну, если не за пятьдесят, то очень близко к пятидесяти. Ее прислали с инэмплоймента. Она хорошая очень. А как она узнала, что нужно шляпу дарить? Ну, послушай, она отучилась у нас в школе. А она видела, у меня же там коллекция на стенах висит. Она видела. А я иногда, знаешь, под настроение могу одеть ту шляпу или эту. В класс захожу в шляпе. А студентам нравится, когда я в шляпах. Они там селфи делают со мной, там, еще что-нибудь. Ну, и вот, и она видела. И ее взяли, не буду называть банк, ее взяли в очень большой банк на проект какой-то с менеджерскими функциями. А тетка боевая, она с прошлым, хорошим. Ну, просто у нее как-то выпало что-то она из жизни. Ее прислали с инэмплоймента. За нее государство платило. И вот мы ее, значит, как сказать... Перестроили. Ну, она сама, она пошла искать работу. Она делала все, что положено. Но она нашла работу, Света, на 55 долларов в час. Понимаешь? Да, мы с вами. Ну, это, конечно, очень круто. И, значит, ее взяли в этот банк. Сказали, что нужен человек, который будет менеджером тестирования. Но они хотят перейти с Waterfall модели на Agile. Значит, должен быть кто-то, кто как бы внедрит Agile. Но она белая американка, да? Она абсолютно белая американка. Она еще еврейка, плюс ко всему. Вот. И, в общем, не робкого десятка тетка. Но она была потеряна немножко. Тут она пришла. Нашлась? Нашлась. Бэджик у на ней висит. Глаза горят. Она принесла несколько килограмм каких-то конфет, пряников. Вот. Там мне шляпу. Да. Я ее одел. Я говорю, я теперь ковбой. Она говорит, тебе к твоей жилетке. Она говорит, по цвету. Потому что шляпа соломенная, а жилетка коричневая. Вот. И она говорит, вот тебе, именно я, говорит, думал о твоей жилетке. И вот я принесла, говорит, эту шляпу. Вот так. Ну, видишь, люди признательны. Очень здорово. Ну, конечно, когда такое происходит. А сейчас приходят. Помнишь, две сестры к нам приезжали? Да. Санта-Кросс. Да, которые там вот работают. По уходу, да. По уходу за пожилыми людьми работали. Вот. И одна из них сейчас нашла работу в штате Юта. Точнее, у нее было несколько оферов. Но они выбрали. Но они лихие девчонки. Они абсолютно лихие девчонки. Закончили католичный университет. Или как в украинском сказать так вот. Зачем, короче, во Львове. Они. Ну и все, и они поехали туда. Так они вдвоем поехали, конечно. Ну, они вдвоем поехали, потому что там. Ну, они вместе. То есть, одна нашла, а другая там тоже будет искать. И молодцом. Молодцом. Там наших, на самом деле, в Юте, наших много. Там уже человек, наверное, 10 или 12. Ты же не паханая целина. Абсолютно не паханая целина. Там нет большого рынка, понимаешь? Ну, небольшой есть. А людей вообще никаких. Поэтому туда за год легко уезжает там человек пять, например. Ну, и за несколько лет, лет за пять, уже там целое комьюнити глядишь. Так уже и там, слава богу, уже комьюнити. Вот, а к ним какие-то еще ребята подтягиваются уже не из школы. А, допустим, они где-то... Знакомые какие-то. Где-то они поработали, да? Поскольку знакомые есть, то они вот так. Вот, ребята, видишь, прямо на машине разложились, друзья, вот так. И американцы подъедают вот на машине и кушают. Ну, конечно. Они, наверное, там те курят, они, наверное, подкурят, да? Нет, они курят такие паровые сигареты такие. Говорят тоже, что вредно. Вот я недавно прочитал, что вот эти сигареты, которые якобы безвредные, на самом деле очень вредные. Легкие всякие, так ты пар напускаешь. Зачем твоим легким нужен пар? Ну, Свет, Свет, это же не табачные смолы вот эти вот. Все-таки это разница. Да. Ну, не знаю, говорят, что и это вредно. Да вообще же это вредно. Сейчас такой воздух, Свет, в большинстве, так сказать, мест, где люди живут, что вообще страшно дышать этим воздухом. Они говорят, ты не ешь, ты не ешь. А не дышать же нельзя. О, красавцы, да, Секвои, друзья. А вот посмотри, как красивая клумба. Где? А вот вперед. Клумба красивая. Ну, пойдем к клумбе. И, может быть, на красивой клумбе мы и закончим нашу съемку. А то у меня уже рука устала камеру держать. А мои лилии в рогу. Да. Красиво все. Да. Красиво. Ну, и темнеет, но камера, надо сказать, героическая наша, за свои там 200 баксов, что она стоит, она вытягивает из темноты. Ты знаешь? Ты знаешь, посмотри на экранчик. Вот, посмотри, насколько темно на улице, насколько светло. Да, да, это ярко. Показывает кра, да, камера ярко, красиво, да. Так что, друзья, советую, камера Sony HDR, а там дальше номерочки всякие. Со временем они подрастают, эти номерочки. Ну, вот, Sony HDR, недорого и очень классно. Все, значит, мы с вами, друзья, прощаемся. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok